Аппарат Dazzle, сомнительная связка с упортом. Мне не очень нравится, когда есть фиксации. Я бы на месте УГ, если бы они сейчас взяли аппарат. И сам бы забрал Husqara. И сам бы забрал Husqara и без разницы на этого аппарата. Ну, такое. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Да есть SF. Вот и все. SF это аскадат. Husqara там, пускай сбоку будет. Оттуда атаковать. Пускай на нем ульта аппарата висит. Пускай умирает и SF всем раздаст. Очень задумался Fly над этим пиком. Над этим баном, точнее говоря. Смотри, пошла мозговая работа. Думаю, как раз, возможно, вокруг Husqara, Mipache. Ну, имбаланс вот этот самый жесткий, самый мерзкий, который можно взять. Собственно, Husqara уходит в бан уже от греха. Грамотно все. OG не поплыли, даже на драфте пока. Не, OG пока все делают офигительно. У них выход в их любые стратегии дальше есть, потому что у них огромный пул персонажей. И могут и к этому SF еще и еще одному керри допикнуть, как они играли уже с тем же Lancer. Или с пандой могут играть с той же. С пандой. Вот панду ты здорово вспомнил. Это здесь, возможно, будет топ-пик. Потому что, как раз таки, когда они играют SF плюс еще один керри, у них-то не очень клеится. Видели мы сегодня против Egea, например, вот этот залет. Слишком много, как бы, жрет очень этот SF с карты. В итоге керри оказывается не особо отфармен. А панда хорош будет. И улить как раз даззл в той дороге. Да, да, да. И будет бесполезен герой. И улить даззл. Снимать со своей команды Amplify при помощи Dispill на самом деле тоже немаловажная штука. Вообще жесть будет все это, когда на тебя будет нестись эти сноуболы, будет прыгать панды, раскладываться. Ну, когда у нас там полгода-полгода назад, когда это панда с пиком была, это вообще нереально было против него играть. Мерзость была. А тогда еще тузка не было? Да, тогда еще тузка не было. А теперь он еще... На бане геррокопсера, возможно, это пик визажа все-таки будет от Сикрет. Вдруг захотят они сыграть. А у Сикрет на визаже, ну, Пупе и может, да, сыграть. Ну, потому что герой очень хороший, и, судя по банам, это похоже на визажа. Дровка-визаж? Да, дровка не думал. Ну, хотя Энви как раз-таки прародитель этой истории. Так, а почему не дровка-визаж, и для Вихи на мид любого ранжового героя, тот же инвокер? Да. Это, кстати, не слабый инвокер под аурой дровки, против азарт, хорошо стоит. Паймот для OG? Я тут подсчитал. Тем временем, если OG сейчас забирают третью карту, то у нас по итогам конкурса аналитиков у четырех аналитиков будет 29 очков. Да, Иго Блак выиграет после тебя. Нет, выиграю я после тебя. Поэтому не считают... У Артура 30, он набрал тут. Ты пожитель-победитель, Иван, дай нам хоть что-нибудь. Ну да. Я дам тебе, Игорь. Спасибо. Бэйн. Бэйн от OG. Да просто жира дополнительного набирают, это нормально абсолютно, чтоб тем же... Обратите внимание! Бан Гирокоптера, Бан Эмбера и Мипарта, все еще. Просто мне кажется, что большой папочка захочет попробовать закончить 3.0 именно на Мипо, чтобы весь зал кричал, аплодировал и... И воздух чепчики бросали. Ну да, и чтоб все словили просто экстаз, оргазмы и все, что можно словить. Вот что-то мне кажется просто... Ну все-таки он шоумен в какой-то степени. Может. Может. Почему бы и нет. Так. Team Secret. Третий пик. Ну и SEV точно для меры, поэтому герой нужен большому папочку. И SEV точно пойдет в middle. Ну вообще, пока были бы на месте Team Secret Virtus Pro, Visage Draw Rangers, зашли бы прямо сейчас. Потому что... Так, над аппарат пока. Operation Visage Draw Ranger. Не-не-не. Не пойдет. И Dazzle Carry. Отказано. Это помойка. Знамит Dazzle. А? Они могут сыграть сейчас опять таска, поставить на какую-нибудь позицию саппорта и взять с нофф линию опять что-то типа плохо. Могут от того же Shaker забирать, будет неплохо. А если заберут квапуи на последний пик Draw Ranger? Я не знаю, почему мне хочется. Я, наверное, 3.0 хочу. Если я Draw Ranger так прогнозирую для Team Secret. Бизон Зажана очень плохо работает. Темпларочкой, на самом деле, попахивает для Secret. Немножко. Есть такое, да. И Dazzle с Сардаром. Действительно, возможно. Возможно. Темпларка появление здесь. И в Race King. О! Кстати, это пацанский пик будет. Темпларка в Race King, Свардар. И вот эти два Спортал. Это солидно. Ну, вообще, да. Неплохо. Два таких плотных Спортал. Свен. Ну, тем более. Свен для Большого Папочки, видимо. Большой Папочка решил на сегодня закончить. А если это, конечно, не Саппорт, Свен? Нет, 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 он будет рубить. Рубить, пилить? РУБИТ! Ну да! Мощно смотрится. А может быть этот Ускар Суппорт это Last Peak Darkseer? Чтобы стянуть и убить всех за культу смена. Да, он тоже проходил такое then-о. В своем карьере. Дверь изменительная война. Поэтому было, предугадать, тяжело. Мы с ними воюем, только мы не за кого. Мы не тралор, потому что мы с ним. Мы в этой войне. Это он. Попей! Ну я знаю. Да, вот это ты хорошо, Папича прочитал. Ну, я вот у меня в середине этого драфтора делал смысл, а че его не берут вообще? Это же герой-король. И у Пупея, видимо, тоже. А че это Папича не берут? Он же психованный, почему бы не взять? Главное теперь не купить фейсбол сэф. Смотри, объясняю логику. У тебя два суппорта без станов, нужен керри со станом. Кто лучше керри со станом, кто лучше в мире? Врыски, все. Вот и вся логика. И еще я под минус армор темп ларка. Ну, я могу забанить вообще ОГЭ, если они ее боятся. Может, они специально байтят на темп ларку, чтобы Свен давал армор и темп ларка никого не убивал. Темп ларка в Рейс Кинг, Слардар. Ну, да, но, кстати, если вдруг ОДЖИ свищнутся в сторону Таска на Саппорте и Дарк Сира, то это будет очень крутой здесь пик против таких керри, как Слардар, Темп ларка и Рейс Кинг. Три милишника. Это инвокер. Не, у нас инвокер. Думаю, что инвокера заберут секрет. А подходил ли сюда инвокер? Почему был над? Ну, мог быть. Нормально, нормально. Да. Но это будет темп ларка, потому что они дайр, потому что они забьют Рошана. Когда накатываются просто, удобно сюда такими заклинаниями откидываются. И это 2-1 используйте, им секрет, наоборот, в смысле ОГЭ. Ну, вообще, если они возьмут Темп ларку, а ОДЖИ, вот как ты сам и говорил, возьмут в итоге Дарк Сира, я считаю, что очень неплохо будет. Да, будет солидно, действительно. Потому что Темп ларка будет стратарно. Потому что Темп ларка хороша против Свена за счет рефракшена, но плоха, потому что рефракшена не будет из-за счета Дарк Сира. Ну, и плюс все-таки 3 милишных кэри, стенки, стяжки, все, щиты вот эти, все очень сильно напрягает. Верно. Ну, и комбинации известные, Свен плюс Дарк Сир, мы видели неоднократно, как Свен может критануть случайно под вакуум. Ну, что ж, 15 секунд. Давай, Остегейминг, вперед. Ну, что, это субпорт. Семь. Леон. Нет, только не Леон. Шейкер. Леон, смотрите, он бы по Сауману. На Диклокер хотели пикнуть, просто его забавили, а не думали, кого-то пикнуть надо. Ну, посмотрим, что же было лучше, Шейкер или Дарк Сир. То есть мы этого как бы не узнаем, но посмотрим, как получится с Шейкером. Ну, сейчас Темп ларка вообще заходит в бати. Замечательно. Мон Миндер, да. Сейчас мы на Харк, и Мон Финонет 0.17. А Крит на Тускари Бати еще 0.15. Один даблищ. Забавим. И Флай 0.15, и вот уже 0.45. А неплохой счет. Нормально. Иван, где же выгодна 3-0? Ты же хочешь выиграть битву, гонку аналитиков? Если будет счет 0.45, то ты можешь выигрывать, Ярослав. Хорошо. Встраивает? Я и так имею шансы, если будет 3-2. Это Лина. Эх. Без лишних слов, мы начинаем третью карту OG против команды Secret и передаем слово нашим комментаторам Вова Рустам. Еще никогда команда OG не была так близка к столь крупному чемпионскому титулу. К миллиону? К миллиону, да. Напомню, кстати, первое место миллион сто, второе место четыреста тысяч. Разница более чем существенная, но я думаю, что сейчас игроки вряд ли думают об этом. Скорее думают именно о славе и о титуле чемпиона, потому что победитель осеннего мейджора это престижно, это прямые инвайты на кучу турниров. И насколько я понимаю, по этой логике, если ты завоевываешь первое место, не меняешь состав, это инвайт на интернешнл. Нету никакой инфы по этому поводу, но мейджоры-то, они-то придумывались именно ради вот этого. Ну и организация-то от Valve идет, да, ну спонсировали, скажем так, этот турнир. Такой дитиля может быть даже и топ-3 этого инта будет получать свой инвайт. Ну посмотрим, посмотрим, как будет происходить. Опять же, матч еще не закончен, еще только 2-0 в серии. Показывают там тот самый трофей, с которым борются оба коллектива. Вот он, зал, людей стало на гранд-финал. Очень-очень много. Уже верхние этажи практически все заняты. Да, даже те секторы, которые находятся на местах, с которых не очень удобно смотреть, там тоже есть люди. Ну что ж, команда OGF Fly будет играть на Бене. Миракл на Шадоуфинде, Крит на Таске, Ноутейл в Бигдеде на Свене и Мунминдер на Шейкере. И секреты из Дайр в пятером. Показывают под смоками в чужие владения. Возглавляет движение Энви на Рейс Кинге. Виха рядом на линии Пупей. Суппорт Дазл, Мизери будет катать на Офлэйнс, Лордарин. Ну и Пайлайдай будет играть на Суппорт Энштопариж. Не пытаемся кого-то здесь найти, но здесь просто-напросто никого нет, потому что противник ушел в чужие леса на топ-руну куда-то. Но можно будет здесь проставить обсервы. Вот поставим в обсервы у нас Пайлайдай. Вот такой вот. Третью игру будут у нас ОГЭ играть, судя по всему, с какой-то агрессией в хардлине. И я так понимаю, это чуть ли не их фишка против секретов. И пока что заходят очень-очень неплохо. Ну вообще здесь сигнатурный герой для команды ОГЭ прежде всего этот Ускар. Ну и для Крита, конечно же. Ну и Миракл. Вот много о нем говорили на его Shadow of India, что надо банить, что невозможно его выиграть вообще. На этом турнире он проигрывал на СФ. Но СФ традиционно силен. Вот именно поэтому мы видим вот такой вот центри вард во вражеском лесу от секретов. Для того, чтобы нельзя было стакать. Потому что как бы Лина его не доминировала в начале, всегда есть опция уйти в лес. И практически нереально этого Кэрри совсем как-то загнобить. На миде. Да, поначалу, конечно, попытается Флайп помочь своему СФчику. Но с другой стороны есть Инштапаришин, который, как мы знаем, крайне силен. За счет того, что дает Челлинг Тач на первых лвлах. Соответственно, стычки с руки. Они довольно болезненные. Как и по Бэйну, так и по СФ будут залетать. Собственно, от Инштапаришина и, конечно же, от Лины. Плюс ко всему еще вот так вот придержали крипов. Более удачно для Вихи. Потому что он стоит с своего пригорка. Не промахивается. Баклана немножко была посложнее Мирку. Ну, действительная война будет продолжаться. Звение Мунминдер встречает Инштапаришина. Перекрывает ему путь. Бьет Флай с руки. Виха пытается как-то помочь. Есть у него и станет Драгонслейв. Что даже на ТП приходит Тарич Купей. И тут у нас внезапно образовывается 6 героев на медлене. Фантастика. Ну, классно сыграл Мунминдер. Он пришел сюда и стянул Дазла тем самым. Мы видим, что Крит у нас исполняет роль офлейнера. И в данной ситуации он на легкой стоит 1 на 1 против Энви. В то время как Нотейл стоит 1 на 1 против Мизери. Очень необычная ситуация. Вообще нестандартное противостояние, да. То, что саппорт шейкер от Мунминдера получается. Какая гибкость демонстрирует нам команда ОГЭ. Ну, вообще, да. Они демонстрировали по ходу этого турнира то, что у них кто-то постоянно уходит в леса фармить. Замещает суппорт офлейнера, там Кири и так далее. Сейчас приходит на Мизери. Стан залетает от Нотейла. Пошла фиссура Мизери. Мизери пытались подблочить, но не получилось этого сделать. Мизери находит проемы, в которые он ментально ускользает от противника. В итоге на спринте я просто-напросто ушел. Юзайл Хеллингселфер будет жить. Но опасен. Опасен этот товарищ Мунминдер, который начинает курсировать с мид-линии на топ-стопа на мид-линии. Всегда нужно иметь его в виду. Да. И также демонстрировали гибкость с точки зрения Нотейла и Миракла много раз. Здесь и как Кири, Сол и Мид меняются местами. Но это, я бы сказал, характерно сейчас для большинства томат. Ну и продолжают прессинговать мид. Как мы уже отмечали не один раз. И так играли как раз-таки... Ой-ой-ой, какой выход. Не закрыли Лину. Плюс ко всему, страховка, конечно, в виде пупея была. Нет, прошло его, да. Но в любом случае Вихо просто мог на ноге, скажем так, уйти. В общем, так играли против Virtus.pro уже ОГЭ. Они загнобили Лину в начале. Ей очень тяжело, если у нее нету какого-то стартового преимущества, быстрого левела. А в быстром левеле, когда у тебя три героя на миде, и речи не может идти. SF без быстрого левела нормально. Он в лейте поактуальнее, вот именно за счет своего физурона. Конечно, мы не говорим про какой-то Uber-Late с рефрешером, там, двумя хиксами, двумя лагунами с аганимом. Но вот в таком вот, скажем так, раннем лейте без кучи шмоток, там, с тремя-четырьмя слотами SF смотрится пожестче. Согласен. Ну, вот нашел тот самый такой вот неприятный, скажем так, центришник Fly. Поставил свой, по-моему, раздевардил или просто-напросто тот фарт пропал, неважно. Сам факт тот, что есть возможность теперь просто-напросто делать стаки в лесу. Для SF, конечно же. Снизу небольшая проблема была у Тускара. Ой-ой-ой, асэвэдит, колпит он не смог, замерз, пытается уйти. Эдвитё до конца есть там второго уровня, кидает Крита, ферстблат для Рейс Кинга. Ну, наконец-то, Сикриты удается им забрать вот такой вот чистый ферстблат. Крита ловят на неаккуратности. Мог он чуть подольше сноуболе посидеть, но в таком случае он бы вряд ли куда-то убежал потом. Ну да. И вот по нужным флайс там подтягиваться, опять же, в отсутствие своего героя на легкой линии будет получать здесь эксперимент. Тоже довольно важно. Крит пошел на мид. И теперь Крит у нас станет суппортом, я так понимаю, да? Бэйн офлейнером своеобразным. Так, на топе Мизери. Так, грызнулся, станчик под боем прописал. Монминдер есть, ура, переграждают путь Мизери. Нет маны. Вот так вот хватает. И чат от Манго скушивает на Тейл и пытается пробить Мизери. Мизери очительной краш, спринт бежать. Да, то, что спринт дает возможность проходить сквозь юнитов, сейчас Лордару спасло жизнь. Потому что пытался его заблочить Свен, но нет. А бодиблок не работает. Не в этом патче, сказала ему Слардар и спокойно ушел. Но, тем не менее, сверху Слардар разминают. И Свен, как мы видим, топовый крипстат имеет. На втором месте Шадоу Финк. Немножко линия тяжеловата. Так, а тут Линда, перехват хороший, а из шарста, посмотри, Вихо не знает, куда деться, разворачивается, притом потягаться. Приходит у нас товарищ, опять есть МП на Фессору. Вихо прописывает, снова пошел, можно Мун Миндера с собой взять, возьми с собой Мун Миндер. Ну и так, тоже нормально, с ССФчиком они вместе так скооперировались и спокойно забирают Вихо, сравнивая счет в этой карте. Зачем брать с собой Мун Миндера, когда можно взять Шадоу Финк? Да, здорово, Миракл здесь подключился. Лину забирают. Да, Лина не может уйти в итоге даже куда-то в свой лес подфармиться, а СФ-то такую возможность сохраняет. Я уверен, что сделает. Очень гибкие ротации. Вот сейчас Бэйн теперь получает левел на нижней линии, а Крит уходит куда-то в полуганг какой-то. Да, и Бэйну очень важно. Вот мы в прошлой игре видели на 13-й минуте четвертого Бэйна, а здесь на пятой. Разница колоссальная. Согласен, и вновь демонстрирует ОДЖ, что они готовы навязывать именно свой стиль игры. Вот эти вот хаотичные передвижения героев, когда никто никакой линии не привязан. Везде кто-то внезапно может появиться и просто ганг. Смотри, не реальная ситуация. Снизу трое. Просто снизу трое сейчас будут убивать Энви. Слебыл, Найтмейр, залетает стан от Свена. Колдфитов пытается как-то спасти, но Крит и Бэйн с помощью сноубола. Опять же, в Энви все это дело залетает, и Энви будет падать с последнего удара с руки от Бэйна. Классный ганг. И вот так вот Ноутейла перетянули вниз. Обычно все это делается как? Так, просто ТП-шка от Кэрри, и он начинает фармить. Хардлейнер уходит наверх. Здесь же мы видим, что вместо того, чтобы сделать просто ТП, они забирают Энви. О-о-о, Пайлайдай! На сапоге АСФчик, довольно хороший мус-пид у него. Всяком случае, везло, что маны не хватает на 2 кайла. Если даже не стал преследовать, то в самом деле он мог догнать. У него, по-моему, спид немножко получше было. Сколько там у аппарата? 345? Ну, 2 кайла нету, ему тяжело добивать. Он решил так просто прогнать, лезть куда-то незачем. Я и так выигрываю мид, подумал Миракл. Он абсолютно прав в этом плане. И Мунминдер забирает фарм теперь сверху. Все герои опять у нас получают левел, получают шмотки. Очень круто. Такой в стиле Na'Vi 2012 года, когда все герои стараются одеваться. Нет ни одного слабого сына. Слушай, а секреты, по-моему, приняли правила игры. И решили сами тебе прогангать под смоками. Энви Минсенчу Парижном на Миракл. Или на Флай, который заходить. Но Флай спалил. Флай просто красавчик. Все время ОГ в этой игре на шаг впереди. Да и, в принципе, в серии. Согласен. И Рейскинг в итоге теряет время. Потому что смок был нереализован. Он пешком перетыкается. Есть у него ПТ, но по-прежнему левел пятый. Судя по всему, фарма останется теперь только в лесах. Получилось, что они правила игры-то приняли. Но игра... Игра-то не их. Но выигрывать они в эту игру не могут пока. Пока проигрывают. Так, вот он опять пришел. Дружище Крит. Ой, шарсы неудачные. Снобол уже был проюзан. Виха может попытаться сейчас на развороте убить. Станк под себя неплохо. И Лагуной можно завершить. Слип. Ну, такое себе. Лагуна Блэй дает минус. За что ж ты меня так? Говорит Крит. Ну, Крит на самом деле поверил в себя. Он думал, что сейчас, ну, легкий фраг. Айшардами перекрываем путь Лини, сноубол и поехали. Айшард и дал, сноубол провязал. Оказалось, что Айшард получились неудачные. В итоге сам себя подставил. И второй килл на Сиган. Большая папочка. Заходит. Блин, боже ты мой. Сф на хосте, Сф на хосте успеет подойти Вик. Он узнает грамотный стан. Грамотный стан может спасти ситуацию. Грамотный стан. Ботом, грамотный стан. Есть и лоу-грейв. Этернен пошел в драку. Есть у него ультимативная способность. Поэтому сможет он возродиться. И пить его не стали. И просто просто аритирует солджик. Да, тут у нас 3 на 3 на миде. Причем и кэри перетянулись от обеих команд. Саппорт и мидеры принимали участие. Нормально. Я говорю, хаос. Хаос на карте происходит просто хаос. Все везде. Никто никакой линии не привязан. И в итоге, ну, просто просто Мунминдер. Наверное, на топе стоит и получает там свой парт. Да, Мунминдер вообще нормально. Он уже 4 левела. Солл ринг имеется. И потихоньку, потихоньку подбирает свой фарм. Тем временем, Сфен забирает инвиз. Снизу баунти руна, насколько я понимаю, под денаил. Кто-то из саппортов. Не удалось мирокло забрать. Смотри, заходит на Тейл. На Тейл на мизери. А мизери, а мизери. Мизери может постараться спринт включать, потому что был с андрижник. Видели Сфена. И тапаут. Грамотное решение мизери. Уходит. Да, хорошая стата. Единственный раз Нотейл играл на Свойне. Как раз в том самом полуфинале MLG, где выиграли ОГ. Карту. У Сикрет. То есть это такой хороший тон. Упей. Пайлайдай получает снизу экспириенс. Нужен ему 6 левел. У Байна, как мы видим, тоже пока что 6-го нету. Где-то надо добирать обязательно. Вообще, тут этим по левелам выделяется лишь только, наверное, СФ, который уже взял 8-й. Таких левелов нет пока у ребят из Сикрет. В частности, Крайвер Гиха. Спасибо, статсмен. Он не успел дочитать. Да, они проиграли ту, выиграли во второй. Значит, наоборот, плохой тон. Но пока что нормально. СФ очень сильно отрывается. Очень сильно. И как-то все остальные фармят медленно, я бы сказал. И для Шарду Финда здесь, конечно, шикарная ситуация. Он-то фармит быстро в любой ситуации за счет своих кайлов. Да, и периодическим таким вот заходом в леса. Там вот то, что он в очередной раз на Лину. Выход. Несчастный Виха. У него стоит хороший вард. Но вот буквально чуть-чуть. И он попадает под фиссуру, шарды. Ну, давайте посмотрим сейчас за ним. Как он стоит аккуратненько. Ждет пачку крипов. Знаешь, насколько его так пытались обезопасить? Тем, что поставили сентришник раз. С одного захода. С одной стороны, с другой стороны. Здесь сентришники, аксервис. Так, на смену, возможно, будет атака. Включает Варкрай. Я даже не пошел его бить. Ну, 17 единиц брони. Извините, 1000 хп таким образом не пробить. Да, он тут вкачал в двойку Варкрай. Немножко проседает из-за этого по этому по фарму. Слай может подставиться мизери. Встречает его к рашам. Хороший смок атака получилось. И ничего не успел сделать. Бэйн погибает. Третий фраг для Сикрит. Хорошая вылазка. Да, неплохая вылазка. Довольно быстро забрали здесь саппорта. Но немножко не то, что нужно. Бэйн 800 на Творса. Это, конечно, маловато. Что там по КПМчику у него? 150. 150. Ну, это начало игры. Сейчас посмотрим, как будет дальше развиваться. Дивардингом занимается обе команд. Не успел добить центришника СФ. Чуть раньше его центрик погиб. Да, но СФ уже баклер ПТ. И не взять вообще никак. Вот он стоит в такой позиции. Правда, сейчас обходит его Слордар. Но Слордар, естественно, без блинка. Взял себе пауэртрет и побежал наверх. Мизери хорош. Он действует именно так, как нужно. Он пытается кого-то найти. Но слишком сейфово играет соперник. Да, создает спейс для рейстинга, чтобы тут комфортно оформил, чтобы к нему противник не приходил. Вообще, что касается Мекки, потенциальную СФ, это здорово. Я очень люблю, когда на СФах Мекку собирают. Но вот у противника просто присутствует штопорейшн. Это всегда будет ставить какие-то вот приглаждения для активного использования способностей. Потому что подхилить практически будет нереально. Грамотная сблаг за Месси. Нивелирует все возможности этого самого Мекки. Ну, если попадет, да. Но вообще, тут я, как посмотрю, практически никакого сейчас это не останавливает. Есть аппарейшн, нет аппарейшн. Мека собирается. Ну, посмотрим. Да, вот как мы видим, аппарат пока что вниз исключительно дает свои раскасты. По Мунминдеру. Мунминдер еще без транквил ботинков. Вот сейчас он возьмет себе транквилы. И, в принципе, ему уже не страшно. Крит также здесь. У него урна 6-й левел. Ну, получается, все герои идут более-менее поровну, кроме Байна. У Байна пока что проседание. Но вот сейчас он возьмет себе 6-й. Как раз этим занимается флай наверху. Все, 6-й левел есть на 12-й минуте. Нормально. Пойдем. Не было еще таких ситуаций, в которых прям так срочно финсгрип был нужен. Поэтому юзают у нас все временем. Баклер, юзали Аркан Буцы. Какой-то реквим Меракл у нас пытался дать. Ну, просто противник таким образом пугал. Собирает все баунтируны. Есть рецепт на Мекку уже. Ну, я думаю, с ним скоро этот артефакт полноценный появится. Ну, и ты знаешь, в отличие от первых двух карт, что здесь идет какое-то мясо. Вот этот вот экшен и трэш, как там в квиттере пишут у нас товарищи пользователи. Этого пока здесь нет. То есть чувствуется уже, так понимаю, у Сикретов какая-то ответственность за эту карту. Проигрывать им больше нельзя. Стараются не попадаться, не подставляться. И, конечно, пупи. Порманул лес ультом. Попал по Мераклу. Да, мяса нет. Мяса нет. Мясо съели на обед. Очень спокойная игра. Но Сикретам понятно. Им уже куда-то ломиться тяжеловато. У них три игры нужно брать, не отдавая ни одну. В то же время УГ также понимает, что вроде как у нас все есть. Хороший пик. В лейте можем. Стан. Да, не решился. Не решился. Вообще мне сложно кому-то предпочтение в воле поздней стадии игры. Вроде с одной стороны, да, это Слардар, да, это Амплифайер. Скинг будет бить с руки. Что такое Рискинг убивающий, идущий вперед. Ну, я так и сказал, поэтому, что, мол, преимущества такого прямо здесь явного нет. Очень сильно зависит от того, как зайдет тульта Парейшн, как запрыгнет Шейкер. Много есть всяких но. Но, скажем так, нету такого, что прям вот ОГ, пик такой, что он намного хуже. Поэтому они никуда и не торопятся. Ну, очевидно только то, что здесь позиции суппортов плюс оффленеров должны будут приобретать соответствующие характерные артефакты против милишных кор-героев. Против Свена и Рейс Кинга. То есть здесь мы, возможно, с вами увидим глимеркейпы во большом количестве. Госкепторы, конечно. Форстафы какие-нибудь. Форстафы, да, то есть все для того, чтобы просто-просто кайтить, кайтить и того, и другого кора. Ну, вот у кого раньше появится, кто это будет делать эффективнее, того будет больше шансов победить. Пытаются, пытаются экшн навязать сейчас ОГ, но скорее так, передвигаются по карте вместе, ищут кого-то. Рейс Кинг покупает Блэйдмелл. Секреты готовы встречать эту агрессию. Так, вот он Рейс Кинг. Сейчас увидят его. Есть ЕУ, или нет? Есть ЕУ, можно очень хорошо инициировать. Каким-то образом ОГИ тут просто в разные стороны разникнулись, не успею на кого подцепить Виха. И НВ идет, видит Бэйна. Стан прописать не хочет, просто игнорирует его. Как будто здесь никого и не было. Тут оба друг друга испугались, такое ощущение. Ну, больше всех от этого выигрывает Пупей, который спокойно фармит снизу свою урну, и ему нормально. Да, это из таких начальных грамотных артефактов у Секреты есть Блэйдмелл ЕУЛ на корах. У ребят из ОГИ есть разве что только МЕКО, что, в принципе, неплохо было смотрелось для командного файта. Товарищ Свен пока ничего себе не приобретает. Он лишь только держит деньги. И что, голды у него есть. Непонятно, что здесь будет у Свена. Ну, кстати, большой вопрос. Через что раскачиваться? То есть это барабанный блинг какой-то? Или, может быть, уйти условно в какой-то МОМ и просто фармить? То есть вот такие вариации присутствуют у Свена. Что думает Нотейл по этому поводу? Нотейл думает, что лучше всего стакнуть Эншента и фармить их с первым сплэшом пока что. Да, Пупей снизу не подставляется под Бэйна. Бэйн его, наверное, даже в соло мог попытаться убить, если бы скистовал свой слип. Так, ну и Слардар покупает блинг. Может быть, сейчас мы что-то увидим в исполнении команд. Слушайте, на Энви так легкую пытались огрызнуться. Пару станчиков прописали. Есть Варкрай, ну там пошел у нас Минзеря. Мплипай повесил. Как повесил, так и ушел сразу. Все-таки страшно. Свен, это, к сожалению, не та цель, которая так просто залететь и забрать. Да. СФ тем временем опять ультопарейшена получил. Опять ему там мешают фармить где-то. И еще вратомным образом эти Айс Гластеры постоянно залетают. То есть Вижена здесь нету секретов. Но чувствует, чувствует, чувствует у нас. Пай Лай Тай. Местонахождение самого главного. Так, вот выход вниз на Бэйна. Может быть, хоть его получится. Или может быть, куда-то на Роша, наверное, передвигается. Давайте посмотрим. Так, а есть у нас какие-то метальки? Медалек вроде бы нет. Просто пилит. Есть Свардар, да. У него своя медалька. СФ тем временем нашел ДД. И вот сейчас могут заметить или не заметить. Смотрим на Вижен. Крестик пошел. Маякует, по-моему, но Тейл. Возможно, будет какой-то смок. Собираются четвером на мид-линии ребята из ОУДЖИ. Есть смок, разбивают смок. Быстрее нужно ускоряться, ускоряться. Четверть хп всего лишь осталось у Рошана. Быстрее, 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 быстрее. Еще, еще, еще. Но, по-моему, секреты успевают. Не успеют, но шанс будет неплохим. В итоге шейкер. Фессура по троим. Айшар туда реквелем. Прямо на выходящих из Рошпита персонажей. Миракл расхастовался в Блэдме. Получает АС-2. Слишком больно Мираклу. Пошел Сноубол. Миракл здесь, скорее всего, будет погибать. Пытается пережить, не получается. Минус 2 уже сделали Секреты. И Крит у нас залетает на Виху. Дал прокаст. Но да, пошел под скилл. Есть Фессура. Не добивает Виху. Сноубиха, смок, если добивает Ускара. Да, а вот не получилось сыграть в свою игру, что называется ОДЖ. Бегали, бегали, бегали. А Секреты каким-то образом не подставлялись. Немного заснули. И спалили это очень поздно. Несмотря на то, что вроде бы видно было, что линию никто не фармит. Но Секреты настолько аккуратно до этого играли, что не сразу поняли ОДЖ. Тем не менее, здесь еще далеко не все понятно. Видим мы, да, большой перепарм. Боже мой, Пупея ошибается. Да, ну и не уйдет он никуда. На разворот. Пошел, но Валерас Панч восстанавливает его Крит. Тем временем, снизу нападение на Бойна. Мизери. Минус хороший, слушай, Монминтов. Эхо Слем имеет, он походит за Мизери. Эхо Слем прокастовал. Это АТМ, удар с руки. А Мизери на развороте пару станчиков прописывает. В итоге, размен здесь получился один-два. И дальше идет ТНВ, а он знает, что у него есть реинкарнация. А вот у Нотелла таких способностей не имеется. Вика накрывает Сан, Блисс, Суайдс, Класс. Но даже просто на ТНВ и без шанса для Свена в этом моменте. Разваливают Секреты сейчас ОДЖ. Да, вот для ОДЖ первые проблемки намечаются. До этого в играх у них не было ситуации, чтобы они так сильно проигрывали. Более того, Аегис все еще сохраняется на линии. И ульт все еще сохраняется у Рейс Кинга. А он уже 11-го левела. И выбить его будет не так просто. Ну, точнее, выбить просто. Второй раз убить непросто. Коры очень сильно раскачались в Секрет сейчас. Это и буст по левелам, это и по деньгам огромнейший буст. Посмотрите на Лину. ЕУ есть, Арканы есть, Пойнт Бустер. Возможно, выйдет пиха Блотстоуна. Возможно, это будет просто ультра-быстрый Аганим, чтобы пробивать с Свена. Вариантов тут, в принципе, два. Но Свен пока что БКБ не имеет и еще не скоро заимеет. Разве что Шадоу Финт выходит в Блэк Кинг Бар. Мы видим, остается не так много. Ну да, может Лина собрать Аганим для таких ситуаций. Да, я думаю, было бы неплохо. Энви 3200. И судя по тому, что он не приобретает себе Блинк Даггер, значит, что, возможно, это будет Родианс. Популярный артефакт. Пупей тем временем покупает Мидасик. Ну, все очень хорошо сейчас у Секретов. У них такой уверенный выход в лейт, и они контролируют ситуацию по игре. Есть такое. Ну, а что остается ждать Оу-Джи? Возможно, Блинка на товарища Мунминдере. Мы знаем, на что он способен. Как он может переворачивать за место, как он может делать в Солопраге. До этого самого заветного артефакта ему остается порядка 1200 голды. Где эти деньги взять, пока не совсем ясно. Но фарм довольно серьезно. Оу-Джи у нас ударяются. Потому что Свен фармит. Покупаете Блинк только сейчас, 20-ая минута. Для Свена, который позиционирует тебя как Майнкерри, это довольно поздний айтем. Ну, и довольно маленький нетворс у него для Свена, который позиционирует себя как Майнкерри. И довольно много он занимался всяческими гангами. Все-таки такой гирокоптер стайл был от Нутейла. Но Свен не гирокоптер. Внезапно. Оказалось. Оказалось, да. Случается такое. Бладстоун, судя по всему, хочет Виха, чтобы засноуболиться как следует. Вряд ли это супер ранний окторин. Он не то чтобы не нужен, но Бладстоун поэффективнее. Конечно, Бладстоун. Будь-то он тут самый простой и самый сложный. Вот он Солуринг. И передвигаются вновь Сигрет. Имея Яеги своим инвентарем, имея перепакованных таких вот кор-героев, неплохих саппортов, они имеют хорошие шансы просто-напросто на халяву сносить сейчас Тир-1 Товара. Так точно, может быть, даже попытаться Этир-2 снести. Но Аджи, конечно же, тут в сплит. Встречаться лоб-флоб с противником не хочется. Последние файты они провалили. Их можно понять. И им нужны еще айтеры. Более того, за счет сплита удается УДЖ немножко сократить отставание и выформить свои ключевые артефакты. Потихоньку-потихоньку. Ну вот СФ уже, например, с Блокинг Баром на этот раз. СВН покажется с Блинком, но он продолжает фармить. Ему, конечно, тоже нужно БКБ. Против Блэйдмейла на Рейс Кинге это просто необходимо. Таи, в принципе, колд-фит, айс-пласт, что-то неприятное. МЗ-цепил, кстати говоря, с Таном СВН. Но СВН тоже стан прописал, пытается уйти. Хороший офицер отрезает путь Мизери, точнее, приостанавливает его. Мизери ускоряется. Ну и Нотейл здесь просто-апросто делает Блинк Аут и ТП Аут. Ушел. Избежали здесь атаки, избежали смерти своего. Сакрый трелик тем временем у Энви. Ну да, выход вот этого паразитного, такого паразитирующего, неприятного, напрягающего Рейс Кинга, который огромное количество дэмэджа вносит на месте, просто потому что он может бегать и впитывать в себя какие-то нюки. Чит-дебаф после смерти первой, ну, ужасно. Ну и плюс ко всему, не забываем, что все-таки дает промахи еще. Тоже самое СФ и СВН будут не рады бить этого самого Рейс Кинга. Довольно существенно то, что дает промахи Радианс теперь. Ну и продолжают фармить у нас. Нет уже Аегиса, и можно попробовать принять драку, где-нибудь зацепить ту же Лину. Естественно, ВК это не цель номер один в такой ситуации. Но пока что ОГ принимают защитную позицию. Некуда они хотят выходить. Ну, ты знаешь, пока вот они так играют. В целом плюс-минус, но они графики удерживают на одном уровне. Следовательно, не особо сильнее фармят Сигрит, не особо лучше. То есть 5000, ввели 5000 и на 17-й минуте Сигрит, и сейчас 23-я. И Аегиса нет, да, но сейчас выход в смоках. Возможно, попробуют забрать Энви. До Радианса не получится, но не суть важна. Главное сделать хоть какой-то фраг, и желательно убить его дважды. Смотрим на Жакимау. Сделать это до того, как Пупей подойдет, потому что Пупей уже рядом. Слишком долго ждут здесь ОГ, и, конечно же, Энви. Понимают, противника на карте нет, самый лучший вариант отойти. Взять Радианс и поражать смок вместе своей командой, которая собралась здесь по термаху. Смок юзается. Ой-ой-ой, вот сейчас какая неприятная встреча может получиться для Ауджита, а? Встретить такого Рейскинга никому не позавидуешь. Да, только какое-то чудо спасет. Блинка еще на шейкере нету, и нужно уходить. Драпать, драпать, драпать. Ноги в руки и ушли. Крит, Айшард составляет, пытается уйти. Хорош делает блинкаут. Тепаут, Флай делает тепаут просто. А Нотел поджав пар край тоже через блинк пытается уйти и уйдет. Очень здорово сейчас сбежали этой драки. Возможно, Мунминдер зафармит себе блинк следующий, и что-то изменится. Все-таки блинк на шейкере здесь может что-то перевернуть. Безусловно. Безусловно. Ну и сразу же уходит сплит, в то время как соперник пятером собирается на вашей верхней линии. Шадоу Финк покупает себе ультимейт орб. Для того, чтобы быть попрочнее против прокаста Лины, это важно. Не сомневаюсь, что пойдет он в какой-то Айовскаде, скорее всего, с следующим артефактом. Просто собирает себе артефакты с Крван на плотность, а там уже по ситуации на дэмэдж. Ну и с Сефа, в принципе, фарм идет хорошо. Да, вот это внимание. Да, на статистику с Радианцем 46 игр и винрейт 80%. Где все это было до этого, не совсем понятно. Почему не использовали. Ну и идут дальше, стягивают соперника на Тер-3, понимая, ооо, Свен рискует. Скорее всего, это даже не для драки, а для того, чтобы быстрее фармить. Но риск определенно имеется. Конечно, конечно, туда встает другой вопрос. Сейчас посмотрим, как отобьются снизу ООГ. Откидываются тессуры пока. Не так уж и быстро, но Сеглит и понемножечку пробивает Тер-3. Вот, айшарс пролетели, вынуждены теперь ходить. Так вот, что касается Мома, я думал, что если Нотел так и хочет уйти в этот Мом, то нужно собирать его первым айтемом. Вот прям сразу. Это же намного ускоряет твой фарм. Чем раньше ты его купишь, тем быстрее тебе потом следующие артифакты будут появляться. А сейчас вот так и получается, что он купил Блинк, ПТ, Мэджик Вон, Депотал и только потом Мом. И это 25-ая минута. Поздно. Есть огромнейший риск. На СФ выход? На СФ? Нет. Просто аккуратненько его подшветил. Но будет использовать этот Мом для фарма, конечно. Пока что еще нету ничего СВ на для того, чтобы... Ну, хотя зарезать каких-то саппортов может и получится. Блинк тоже он использовал больше для фарма, чтобы быстрее передвигаться по карте. Да, ну и вот Лина с Бладстоном. Все говорит нам о том, что секреты должны эту игру затащить. Вся вообще статистика, которая только есть. Кстати, да. Писано еще поинт быстро покупает, то есть агоним будет тоже довольно быстро. И так, вот Аинтерн Эдви нашел крита. Крит у нас просто спокойно с Нобал уходит на крипов и будет жить. Да, блинкануться нельзя было из-за радианса. Сверху так же жжет иллюзия с радиансом. Ну и очень сильно зажали сейчас ОГ. На самом деле, все, что не хватает сейчас с игроком, это элементарно Блинк Даггера на Рейс Кинге. И тогда можно намного проще инициировать, устраивать замес. Ну, то есть тут даже особо придумывать ничего не надо. Просто Энви идет вперед и все, команда за ним. Какие-то позиционки здесь не нужны, если вы будете первым инициировать. Вот нужен Блинк только для Энви. У него сейчас 1600 голда имеется. Еще немножко подфармит и купит этого. Смотрим на Вижен команды ОГ. Он, кстати говоря, неплохой для такой ситуации. У секретов Вижен также сохраняется. Ну и, естественно, Рошан. Вот теперь под смоками ОГ выдвигаются и делают это немножко быстрее, чем в прошлый раз. И, по-моему, секреты это понимают. Да, не хотят они Эхо Слэма на миллион долларов увидеть очередного. И на Энви можно попробовать напасть. Ой, плохая, по-моему, затея. На Энви-то нападать, а, с реинкарнации парень понимает. Энви-то не надо туда залезть, не надо. Потому что там, может быть, будет больно. А вот Энви готов залезть. Он один спокойно выдвигается. Какой-то Рошан, а внезапно залетает быстро на Слардара. Мизери пытается разобрать. Мизери падает очень быстро, он там Флай поставил. За поставлен Тернеллинг тоже погибает. Один-два-дин размен. Внезапно, что будет происходить дальше? Энви идет просто вперед. Находит Энш Топаришина. Хочется залететь на сноуболе. К сожалению, сноубол только подкатится. Но Нотейл залетает и... Пайлодай падает. Энви идет вперед. Залетает Биф. Биф штука неприятная. Ой, как Лину отрезали. Она не может ничего сделать. Приходится делать телепорт. Свен включает. Мега захиливает его. Свен буквально на 100 хп спасается. Но Родианцева жжет. Нет, Свен уходит отсюда. Прячет штату Финдам. Он Миндер врывается. Есть ли Грейв у Даззла? Есть Грейв. Не успевает раскастовать. Миракл забирает Лину. Забирает. Забирает Лину, но на развороте. Мизери дает стан. Он-то после байбека уже просто бегает. Зачем-то развернулся Энви стан. Стан. Прочнее Энви-то хорошо развернулся. Он же стан прописал. Миракл страдает. Даззл тем временем забирает. Всех своих тиммейтов просто драпают то, как может. Айшар действительно были великолепными. И продолжают свою погоню Мизери вместе с Энви. Смотрим файт-рекап. Ну не должны здесь никого уже находить. Итак, байбек от Мизери. Забрали Виху. Забрали Апарейшена. И... Да, уже это потрясающий размен. Это очень хороший размен. Более того, пока они дрались, уже часть ультимейтов успела откатить. И сейчас можно попробовать не дать забрать Рошана. Ну вот тут такой вариант. Потому что нет ХСЛМа, нет Реквиема до сих пор. Мир Мека в откате тоже БКБ 30 секунд еще не будет. Если вот Астов подождать... Потянуть, потянуть время. Вопрос, что будут делать секреты, прижимают смог. Они тянуть не собирать, они знают, что способности в откате у противника. Пытаются как-то сбоку обойти. Вот рисует план Капкан Виха. И сам первый же идет вперед. Если у него Юл будет возможность синициировать. А Свет пошел пофармить. Это была ошибка. Но почему-то Юл упадает только Естан. А Сандара хороший. Может поставить к Ноутейл. И подставляет такие. Минус Ест, минус Свет. Он отличный атак от Секрет. Да, здесь Ноутейл не прочитал ситуацию даже близко. И в итоге отдаются два героя. И заберут Рошана у нас Секрет. Без особых проблем. Ну, Ноутейл, конечно, да, начудил. Ну, не могли. Они даже не предполагали о том, что вот именно таким образом Секретов пойдут в атаку. То есть основная концентрация всего, что происходило, была где-то возле Рошпита. А тут внезапно на МИТ перетянулись. Бывает такое. Красавцы Секреты. Хорошая смотлываска. В итоге забирают Аегис. Ну, а за счет того, что лишили жизни Свена, они дают ему возможность собрать себе быстрое БКБ. А вот у Секретов герои артефакты свои собирают. Солар Квест появляется у Дазла тем временем. И Дазл уже 11 уровня. Здорово себя чувствует Пупей. Пай Лай Дай с Мидасиком уже потихоньку выходит в агоним. Ну и все очень хорошо здесь у Секрет. Хотя отставание уже не такое критичное. Как мы видим, оно вернулось примерно к тому, что было. Но самое большое преимущество это Аегис, как всегда. И 5000 на 30-й минуте вполне играбельная ситуация. Тем более мы видели только что вот этот разворот. У Свена еще БКБ не было. Будет БКБ, он там сможет раздать нормально. На самом деле провал по графику, точнее по деньгам, пока компенсирует только наличие СФ. Потому что в СФ в основном конструированы все деньги. Если посмотреть по табличке нетворцев, мы видим, что Свен страдает. Денег у него, ну, для керри это мало. Ну и с упортом и с оффлейнером где-то вообще в самом конце. То есть убрать одну секундочку СФ, это зафокусить этого героя. И 15-точных морсов из команды можно просто ущерпить. Зафокусить его очень тяжело. У него манта, чтобы сбрасывать с себя медальку. У него БКБ, у него Мека. Довольно прочный герой. Вот опять же, вот эта манта, которая по ситуации собрана как нельзя, кстати, против Свардара. Видим, что Миркл думает, продолжает думать головой. Не оставляет эту затею. И это хорошо. Так, Лина через 170 монет будет покупать с БКН. Да, но здесь уже БКБ не будет панацеи. То есть Shadow of the Doom нужно будет играть аккуратнее. Даззл в команде соперника на этот раз. Разве что на какой-то чудо-слип Бейна или на Тусика приходится рассчитывать. Тут имеется возможность... Вот, например, вот Тукар. То есть, вспоминаем, да, у Секретов не было возможности перевернуть игру особо. Потому что у них не было таких вот хороших героев для камбэка. Вот именно камбэк героя, да? Да, если посмотрим на OG, если у них будет все плохо, у них всегда остается Свен с Критами и с Момом. И ЕС. Вот те персонажи, которые внезапно любую траку могут просто-напросто перевернуть. Ну да, один чудесный Крит Суна в каком-то лейте. Ну, у него главное, чтобы БКБ появилось. И после этого он там продолжал фармить. И здесь, как мы видим, игру не спешат Секреты особо заканчивать. Но они, конечно, уверенно продолжают вести и продолжают давить за счет Аегиса. И вот сейчас прилетит Аганим для Лины и попробуют они сломать последнюю Тир-2-вушку. В этот момент Слардар выдвигается на Свена. Свен прячется в лесах. Это опасная ситуация для Нолтейла. Ну, вообще, вроде как Нолтейл видит, что там противник грызет Тир-2, да. Но не забывать надо про Слардар. Вот Слардар уходит. Сплитит, конечно же, Крит вместе с Монминдером. Пытается подпушить Тир-1 снизу. Там еще и встречаются с Глифом, да. В итоге размен будет по вышкам. Тир-2 заберут в миде. Но и Тир-1 упадет. Крит хочет заластхитить. Да. Туск забирает, делает ТП на базу. А Свен остался сидеть наверху. И это очень здорово. Да, как только потребует того ситуация. Конечно, придет на ТП и сразу же влетит раку. Но пока есть возможность подфармить. 2000 голды у него. До БКБ еще далековато. Так что нужно оставаться. Что касается Тускара, я обратил внимание. Покупает он себе довольно интересный артефакт. Это Персик. Персик. Возможно, это Линкин. Или... Лотосорб. Или Лотосорб. Но Лотосорб тут... Посмотрим, как будет работать. Присажем Лагуну. Да, но линии можно собрать ВКБ и... Можно, можно. И придется. А тут будет Лотосорб. Те же самые Amplify, например. То есть, ответка будет... Ну, то есть, и... Амплифай залетит вообще жестко. Да, и при этом, как бы, можно и скидывать Amplify своих тиммейтов. То есть, SF-то себе скинет, у него осталось. Остальные не смогут. В частности, это вот касается товарища Свена. Да, ну и Лотосорб сам по себе. Характеристик боевых побольше, чем Линка дает. Там Армора много дает. Ну и продолжает Мунминдер у нас фармить, пока все происходит на миде вот это стояние бесконечное. Аегис выпадает через минуту. Мунминдер решает вернуться. Ну вот, они будут дождаться, когда Аегис пропадет. Но Энви уже идет вперед просто. Апрос на Бейна нагло инициирует. Варкрай пошел стан ответный от Свеяна. Стан от Лины. Мимо пока. Фиссора пошла такая аккуратная. Не попала в Энви. В итоге сейчас с Мунминдера могли бы быть проблемы, но почему-то в оффлайе полетел стан. И падает Тир-3. Падает Тир-3. Есть гли пока не юзается. Тир-3 просто отдают. И Энви все еще пытается агрессировать, прогоняет противника. Ждут, ждут, когда закончится Аеги, чтобы влететь в драку, ребята, из ОГИ. Снова Варкрай пошел. Энви продолжает танчить. Крита стан прописывает. Вика здесь. И сноуболом и выйдет стан от Лины. Далай Шарц пытается развернуться и уйти. Энви идет до конца. Через секунду будет стан уесть фиссура. Лагуна Блэйд Бейна. До свидания. Стан в СФ. Дракон Слейв. Лагуна уже нет. ССФ это знает. Разворачивается. Пошел куда-то у нас Нотейл. Стан прописал его просто в Юл. Энви. Не теряет еще свой первую жизнь. Нотейл, в среднем разобрали по дайс-бластам. Энви был подшелок Грейма. Мирков пытается драться. Ой-ой-ой, а как он без маны остался? Лол, его снесло без МП. Фантастика. Эхо Слем. Хупея. Дальше. А дальше нет ничего. Да, ошибка от Энви сейчас может стоить дорогого. Не смогли спушить Бараки из-за того, что он не оставил себе маны на ультимейте. Теперь на развороте нужно пытаться догнать. Лина. Стан Славдара. Криту нужно успевать прятаться. Он не успевает. Возможно, потеряет гем. СФ поднимает его в Юл Лина. Станчик. Но монтый. И выйдет Стан. Вот это игра. Мейндар сможет лежить. Вон Мейндар очень больно с руки пробивает его. Подоплепаем. Лина добивает-таки. Остался СФ. Даблкил Виха. Ныряю дальше. Стан помиркнул. Там ТП. Лагун уже откатил. Стрейбл. Килл Бай Виха. Финс Грид на развороте ловит. Байбэк от Ускара. Поймать. Поймать Виху. Хотя бы пытаться его как-то уничтожить. Сноубол. Виха должен суицидить Славяна. Малый раз панч. Виха. Виха поднимает себя в Юл. Он хочет просто-просто пережить, что ли? Должен суицидиться. Виха на развороте. Стан. Драгон Слейв. Но умирает он. И почему-то суицидиться не стал. Пожадничал сейчас Виха. Довольно-таки много золота подарил своим соперникам. Ну и смотрим Fight Recap. Трех героев потеряли. Свина почему-то здесь учитывать не стали. Видимо, слишком сильно растянулась драка. И видим мы, что Сикреты все-таки чуть-чуть увеличили свой разрыв. Тем не менее, бараки стоят. Это сейчас самое главное для OG. Смотрю, я на Battle Recap вижу, какое количество урона носит Лина. Она идет и прописывает. И с руки прописывает под Amplify. И с нюков прописывает. И с лагуны тоже хороший дэмэдж дает. Потому что есть уже Аганем. Ну, это сейчас Виха. Это просто большая главная обоя для OG. Как с ней справляться, вообще неясно. Ну и фейлер Энви, конечно, тоже отличился в этом замесе. Шел, танковал. Танковал знатно. Ну, все равно свою работу сделал. Там, да, не хватило на ультимейт. Но он очень долго жил и очень много проблем доставил. Как мы видим, не меньший фейлер, если даже не больше, ноутейл. Ему пока что очень тяжело дается игра на свыне. Если там в первой игре особо не было заметно каких-то ошибок просто из-за доминации. Во второй игре на гирокоптере чуть-чуть он где-то просел. То в третьей игре пока что не получается ничего. Но сейчас появляется БКБ. Который он тут и прожимает. Ну, Тейл, ну, успокойся. Что ж ты делаешь? Неужели занервничал большой папочка-то, а? Да, у него как-то да. Он, если вы обратите внимание, нам почему-то показывают чаще всего его и Пупея. Хотя на драфте сидит Флай в команде OG. Но если посмотреть на Биг Дэдди, он там уже сгрыз все пальцы. Это, конечно, вряд ли прям такие нервы. Это скорее, как бы это сказать, ну, привычка такая вредная. Но все-таки может быть и нервы частично. Может быть, может быть. Но вот не самая аккуратная игра. Где-то подставляется. Плюс ко всему прожимает БКБшку в ненужных вариантах. Все-таки говорит о том, что что-то пока не очень хорошо идет. А Тигр к тем временем собираются вновь вместе. Для того, чтобы навестить, так понимаю, Рошана. Рошан у нас появится буквально через несколько минут. Скоро. Я в самом деле раз покупаю себе Энди. Что по графикам. 10 тысяч ведут Сикреты. Да, вот оно. Преимущество. Но это все можно за одну драку успеть отыграть. Как мы видим, OG продолжают фармить. И не без шансов. Вот как раз этот Lotus Orb, как же он может сейчас пришать? Если Лина засадит сама в себя Лагуну, будет очень больно ей. Так, и что? И смог атака. Все линии отпушили. Варды есть вот между верхом и мидом у Сикретов. Так, Энди фармит. Но на него нападать не хочется. За его спиной все. И Мандмитра показал, что может быть обойдем. В леса кого-то поищем. Но нет, туда не пошли. Вообще Даззла надо найти. Потому что Энви его и первый раз не убить. Еще и Даззл. Еще и второй раз надо его убивать. Даже если убьешь первый. Там смок на смок. Посмотри, прожимают Сикреты. Мизери остается один. Сейчас Сэп может быть спалит смок. Остается позади. Парейшн может его очень быстро снести. Очень быстро можно его убить. Но не видит, не видит О'Ги. Посмотрите на Вижен их. Они не знают, где находится противник. Также не знают, где находится оппонент пока Сикреты. Сикреты спалился на варде. И сейчас он увидел этот вард. Должен был увидеть этот вард. Сикреты знают о позиции соперника. Они сейчас видят Таска. Разворачивает Айс Блаз. Залетают прямо туда. Айс Блаз может закрыть. Он двоих закрывает. Раз же Энди. Пошел до Тейл. До Тейл Агунаплэйт. Моментальный минус. Фантастическая инициация. Мизери нырять дальше за Мунминдером. Сноубол пошел. Пытается их спасти Мунминдер. Мунминдер проживает БКБ. Хоть какой-то дэмэдж внести. Вхастовывает Реквим. На нем висит Лотус. Приговорили Бэйну. Уже минус 2. Эхо слэмит Мунминдер перед смертью. Дэмэджа особо не наносит. Уже минус 3. Миракл пытаются катить. Под стан Вики он подставляется. Колд Фит и юзает Манта Стайл, чтобы как-то жить. Продолжает Вика его убивать после блинка. Минус 4 уже. Пасает себя каким-то образом Крид. За счет сноубола. Вгрызается Вику на блинке в другую сторону. Мантит катит. Но от Мизери он уйти не может. Это минус 5 в исполнении. Тим Сикрет. Этот вард сделал абсолютно все сейчас. Для команды Сикрет. И Тускар, который вместо того, чтобы до конца сидеть в лесах, вышел буквально там, я не знаю, покурить за елку. Ну и тут подставляется Нотейл. Ну и подставляется Нотейл. Убирает его сразу же. Ни одного утара в руке не здесь. Здесь Нотейлу что-то предъявить тяжело. В него просто залетело все. Он стоял в кустах. Его не видели никак. Но схвалился немножко Крит. Ну и в целом это, конечно, больше командная ошибка. Ну и я думаю, что сейчас Сикриты не отпустят. Не будет у нас 3-0. Все идет именно к такому раскладу, что будет 1-2. В этой серии Энвит, в этой серии на хосте, пошел за Нотейлом, получает Слип. Он Миндер тоже нырнул. Фессору прописал. Тотемчик дал. Виха. Виха может достать Юл. Но он достает просто Станом во Флай Лагуну. Прописывает Нотейла в очередной раз. Он без байбека падает. Также Бейн, который расцепил второй волной атаки Мизери. Падают у нас бараки. И ребята из OG соглашаются с поражением в этой карте. 1-2. В серии с гранд-финала The Pole Major. Важнейшая победа для команды Сикрет. И теперь они хотя бы в себя сейчас поверят. И пойдет у них возможная игра. Да, это будет эпичнейшая победа, если 3-2 они в итоге одолеют. Но об этом говорить рано. Буквально одна неудачная игра, один неудачный драфт может все свести на нет. Ну и в свою очередь OG. Для них немножко холодного душа. Чуть-чуть они свой пыл остановили. Я бы даже...